Надо быть осторожным, смотреть по сторонам и я считаю, что не будет нарушением, когда кто-то немножко раньше начал идти, чем на зеленый свет, но он зажегся. Или когда машин нету и еще можно как-то добежать, чем когда на зеленый свет, но несмотря по сторонам, с поворотом могут поворачивать. У человека разные бывают ситуации, то есть надо действовать по обстановке, надо как-то быть осторожнее. Теперь велосипедист при движении вне населенного пункта в темное время суток обязан быть одет в жилет повышенной видимости, то есть теперь только фонариков не хватает. Отлично, это очень радует, что вы такой ответственный. Итак, ответственный человек знает, чем и как должен быть экипирован велосипедист. И все больше брещан выбирают такой в меру безопасный и экологичный транспорт для кошелька сохранения, для здоровья полезнее. Но, как известно, дорога скорости не любит, ведь зачастую именно из-за невнимательности, спешки и халатности происходят плачевные последствия. С начала текущего года на территории Брьевской области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, в которых 1 пешеход погиб и 20 получили травмы различной степени тяжести. Стоит отметить, что 6 из них находились на проезжей части в нетрезвом состоянии, а 9 ДТП произошли именно по вине самих пешеходов. Также с участием велосипедистов произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека травмированы. И также отмечу, что 3 велосипедиста находились на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Ни для кого не секрет, что брещане разных возрастов, от мала до велика, предпочитают в свободное вечернее время прокатиться на двухколесном железном коне. И катайтесь на здоровье, только имейте светоотражающие элементы. Сотрудники ГАИ еще раз напомнили брещанам, как должен быть оборудован велосипед и водитель в темное время суток, а также важные правила дорожного движения. Фликер в темное время суток, потому что действительно он дает возможность водителю заметить пешехода на расстоянии более 400 метров. А в случае, если пешеход не используется, это возвращающий элемент, то в темное время суток водитель автомобиля может заметить пешехода на расстоянии всего лишь 20 метров. То есть, согласись, это расстояние довольно-таки маленькое для того, чтобы водитель смог принять все необходимые меры для остановки транспортного средства. Сотрудники дорожной милиции Брестской области в очередной раз призывают пешеходов, велосипедистов и водителей к внимательности и взаимовежливости на проезжей части. Но для тех, кто невнимателен и просто игнорирует правила дорожного движения, существуют меры административного наказания.